Ах, вернисаж! Совсем скоро здесь будет и портрет, и пейзаж. Рабочие возводят выставочные залы нового здания Третьяковки на Кадашовской набережной. Штукатурят, шлифуют, монтируют панели. Оба черных квадрата Казимира Малевича, картины Серова, Айвазовского, Врубеля и Рериха, в эти стены переедут самые значимые экспонаты из, уже получается, не самой новой Третьяковки на Крымском валу, когда через год ее закроют на ремонт. В этом корпусе под экспозицией полгектара, причем залы, трансформеры, их можно делить на секции и климатические зоны, чтобы одновременно организовать десятки тематических экспозиций. Мода на русских художников, которую ввел еще меценат Павел Третьяков, неизменна. Фасад уже одели в репродукции главных третьяковцев. Как можно вообще Васнецова взять и перенести на стекло? Компьютеры, наше все. Есть специальные принтеры огромные, которые на стекле могут любой рисунок наносить с помощью термопечати. После этого запекается краска для того, чтобы она была долговечной, не смывалась, любые климатические условия выдерживала. Это так называемая художественная печать. Стекло многослойное, его склеили между собой и уже с внутренней стороны нанесли керамическую краску. Осматривая новый корпус, мы сделали 7 тысяч шагов. Показали нам и мастерские реставраторов. Архитекторы предоставили реставраторам максимум естественного освещения и снабдили их качественной инженерной системой. Вот это работает по принципу пылесоса, забирая всю пыль и краску, другие вредные вещества. И вот сидишь ты, реставрируешь картину, гробаря дворик в Замоскворечье и смотришь на этот самый дворик. Пейзажи с тех времен не изменились. Прилетят сюда грачи на реставрацию. Где разместят картину и как с ней начнут работать? Помещение оборудовано, во-первых, большими дверьми, через которые можно эту картину транспортировать. Также здесь оборудованы места, сейчас это в процессе непосредственно монтажа столы, система вытяжной вентиляции. Музейный климат, 18 градусов тепла, влажность 50% и воздуха много. Ведь дышать нужно как посетителям, так и самим картинам. Система воздухообмена сложная, как в аэропорту, тумбы приточной вентиляции и целая винткамера с катализаторами для очистки и обеззараживания. Но это, пожалуй, единственная возможность сделать самое фантастическое селфи. Кровля-то на самом деле эксплуатируемая, но не для посетителей, а для тех, кто ее будет обслуживать. Здесь расположена система вентиляции, дымоудаления. В случае задымления сработают датчики и активирует система противопожарной защиты. Коридор, соединяющий историческое здание архитектора Щусева с только что построенным корпусом, выполнен из металла и термически стойкого стекла. Он нужен для того, чтобы произведение искусства можно было перенести быстро, не выходя на улицу. Представьте, что я царевна Лейбин. Как вы будете перемещать меня как картину через этот прекрасный чудесный перекус? Если вы царевна Лейбин, то мы бережно возьмем вас из дебозитария, поместим на специальные транспортные тележки, которые предусмотрены проектом, и бережно провезем через этот переход в зону реставрации, либо в выставочные пространства. Климат и там, и там одинаковый будет, поэтому произведение искусства не пострадает. А явление Христа народа, оно разве здесь разместится? Конечно, да. Мы можем его по диагонали сделать, и пройдет во все двери. Возить посетителей между этажами, эпохами будут лифты, в том числе панорамные. Москва-река, болотные набережные, Кремль. Остекление и в самом атриуме. Это центральное многосветное помещение. Ты словно внутри зенитного светового фонаря. Такой прием помог визуально расширить полезное пространство. Естественное освещение обеспечивает тот самый зенитный фонарь. Самые высокие его точки, высота 25 метров. Площадь остекления 1937 квадратных метров. У конструкции зенитного фонаря уклон не более двух градусов, для того, чтобы внутренний конденсат, который там появляется в том числе, просто в процессе эксплуатации отводился и никак не нарушал и не мешал комфорту посетителей и тех, кто находится в этом здании. Посетить корпус в Кадашах уже можно. Накануне здесь открылся фестиваль Интермузей. А первая большая выставка будет в октябре. Ее посвятят художникам-передвижникам. Дождаться осени, кажется, это совсем небольшой срок на фоне почти 30-летнего проектирования и строительства.